МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По всем правилам в городе стартовала подготовка к отопительному сезону. Все необходимые формы документов, готовности для потребителей и теплоисточников можно скачать на официальном сайте. Что нужно учитывать с организациям? Страшная трагедия, стали известны новые подробности громкого ДТП. Мужчина был задержан прибывшими правоохранителями. Какой срок грозит обвиняемому? Уникальная возможность поезд победы снова прибывает в Беларусь. Экспозицию, в состав которой входит 10 вагонов. Когда ждать исторический состав? А также недетский контроль, значимость истории и навстречу профессии. В Беларуси проходит прием документов в колледже. Сколько человек зачислят? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Финансовая стабильность. Александр Лукашенко принял с докладом Романа Головченко. В Беларуси важнейшие показатели экономического роста соблюдены. По четырем из пяти прогноз перевыполнен. В зеленой зоне ВВП, инвестиции, реальные доходы населения. Не вышло за рамки инфляции. Как отметил глава государства, есть ряд настораживающих факторов. Один из них – отрицательное торговое сальдо. Импорт товаров и услуг опережает экспорт. Александр Лукашенко поручил детально проанализировать ситуацию. Мы договаривались о том, что надо создавать единые центры по обслуживанию всей белорусской техники. И определиться, в каких пунктах, допустим, России, Китайской народной республики, других государств и так далее. По долгам. Просроченные долги. Что вообще, какая ситуация здесь. Меня ориентирует на то, что у нас и со строительством жилья есть определенные недостатки. Ну и ряд других же недостатков, на которые мы должны обратить внимание. Ну а также текущая ситуация в экономике и, прежде всего, в сельском хозяйстве. Нам надо мобилизоваться. Погода пока стоит хорошая. И в полях мы ожидаем. Дай бог, чтобы дальше было так. Мы ожидаем неплохой оружай, но его надо взять. Пусть у нас будут там излишки, зерна и так далее. Но это же никогда не помешает. Это золотовалютный наш запас. Поинтересовался президент и ситуации с платежами. Речь об объемах, дебиторской и кредиторской задолженностей. Обсудили также кадровые вопросы и кандидатов. В правительстве есть несколько вакантных должностей. Невосполнимая утрата, появились новые подробности громкого ДТП, в котором погиб известный врач-онколог. Страшная авария, напомним, произошла вечером 10 июня на улице Ковзана. 38-летний водитель «Опель» сбил Сергея Никитина на глазах супруги. Пара возвращалась домой из гаража. От полученных травм мужчина скончался на месте. Фигурант попытался скрыться, однако далеко уехать не дал забор. Несмотря на серьезные последствия, водитель покинул место происшествия. Двигаясь на скорости, он не вписался в поворот. Его иномарка врезалась в заборное ограждение и ехать уже дальше не смогла. Мужчина был задержан прибывшими правоохранителями. Медицинское свидетельствование показало, что он сильно пьян. Следственно-оперативной группой с привлечением сотрудников ГАИ и специалиста Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр места происшествия. Зафиксирована следовая картина. Опрошены очевидцы. Назначен ряд экспертиз. Ранее задержанный не имел проблем с законом, в том числе и по линии ГАИ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Пристальный подход, полный комплект и значительный плюс. В Беларуси для молодых специалистов в два раза увеличили сумму льготного кредита. На что можно потратить деньги? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В Беларуси проходит прием документов в колледжи. В большинство учреждений можно поступить по конкурсу среднего балла аттестата. Экзамены надо сдавать лишь на творческие специальности. В этом году на уровень профессионально-технического образования документы принимают 157 колледжей до 23 августа. Всего зачислить планирует 27 тысяч человек. Для молодых специалистов в два раза увеличили сумму льготного кредита. Так, объем займа теперь 30 бюджетов прожиточного минимума трудоспособного населения. Это порядка 13,5 тысяч рублей. На полученную сумму можно приобрести любой потребительский товар отечественного производства. В Беларуси готовят изменения в законодательстве, которые касаются детского отдыха. Одно из главных нововведений – создание реестров, в котором будут обязаны состоять все детские лагеря. Инициатором поправок выступила Генеральная прокуратура. В реестре будут только те юридические лица, которые создадут все условия для безопасного пребывания детей, будут соблюдать требования противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Медучреждения Беларуси основательно укомплектованы специалистами. В прошлом году показатели работающих врачей без малого 96%, средний персонал – 97%. Обеспечение сферы кадрами зависит от нескольких составляющих – зарплата, профессиональный рост, условия труда, наличие жилья и психологический климат в коллективе. До 20 июня пенсионерам необходимо открыть базовый счет. С 1 июля напомним, пенсии пособия семьям, которые воспитывают детей по уходу за инвалидом первой группы или пенсионерам старше 80 лет, можно будет получить только через финучреждения. Нововведение коснется жителей Минска, областных городов и районных центров. Следующая остановка – Бобруйск. 15 июля поезд Победы прибудет в город. Уникальный музей будет колесить по Беларуси ровно месяц. В основе трехмерные панорамы, макеты в натуральную величину. Полсотни видеопроекторов и 18 видеостен помогают сполна ощутить события. В процессе можно просмотреть исторические справки, статистику погибших, архивные снимки. Этот проект представляет собой экспозицию, в состав которой входит 10 вагонов, каждый из которых представляет переход от одного исторического эпизода к другому. Предвоенные годы, Великая Отечественная война. В связи с ограниченной пропускной способностью экспозиции, посещение музея будет осуществляться только организованными группами бобручан по пригласительным билетам. 45-минутная экскурсия проводится с аудиогидом. В одном вагоне одновременно могут находиться не более 12 человек. Время работы музея с 10 до 20 часов. Первая станция на пути 21 июня в Бресте. О телегу зимой. Несмотря на теплую погоду за окном, своевременная подготовка к отопительному сезону – неотъемлемая часть зимнего периода. Вовремя выполненные работы помогут комфортно и безопасно пережить холода. О всех нюансах Юлия Вернер. Все организации в обязательном порядке обязуются предоставлять на согласование план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. Необходимая мера направлена на своевременное выявление несоответствия системы отопления требованиям нормативов и устранения всех недочетов. Все необходимые формы документов, готовности для потребителей и теплоисточников можно скачать на официальном сайте Госэнергогазнадзора во вкладке «Надзорная деятельность. Подготовка к работе в осенне-зимний период». Однако необходимо учесть изменения в формах документов. Ознакомиться с ними можно на сайте Госэнергогазнадзора. В связи с вступлением в силу нового ТКП-458 всем ответственным за тепловое хозяйство необходимо пройти проверку знаний по вопросам устройства и технической эксплуатации в комиссиях соответствующих составов. Все манометры должны быть с госповеркой. На циферблате прибора обязательно красная черта, которая обозначает рабочее давление. Однако вместо нее допускается стрелка, прикрепленная к корпусу. Утвержденные графики получения паспортов готовности можно посмотреть на сайте городского и районного исполнительных комитетов. В первую очередь отопление поступает в больницы, детские сады и поликлиники. Далее жилфонд, затем административные здания. Соблюдя все правила подготовки, зимний период пройдет спокойно и тепло. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Живопись, снимаем музыка. В детской школе изобразительных искусств имени Доморада выпускники защитили свои работы. Формат не экзаменационный, выставочный. За пять лет учащиеся приобрели навыки, выработали стиль, техники написания. Работы лицезрели не только члены жюри, но и собравшиеся зрители. У нас это торжественное мероприятие, которое проходит ежегодно. И сегодня на нашем празднике присутствуют и родители, и выпускники, которых сегодня у нас 45 человек. И, конечно, их учителя, руководители их выпускной творческой работы, которые делали вместе с учащимися. Мне очень нравится Купалье как праздник. Это один из самых ярких, по моему мнению, белорусских праздников. Я решила передать всю красочность и романтичность этого праздника в своей работе. Поэтому и решила выбрать такую тему. Год работы над дипломным проектом позади. Защитив свои произведения, юные художники переступают порог школы, которая научила держать в руках кисть, воплощать задуманные, дала возможность реализовать таланты. Впереди новые задумки и шедевры. В преддверии 637-летия города на Березине, телеканал «Бобруйск-360» подготовил специальный историко-культурный проект «Старый город». Место встречи – улица Карла Маркса, 76. Почему в 1902-м деревянные строения в районе рыночной площади заменены на каменные? Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует...